Привет всем! Вы на канале Кэрри Плей. И в сегодняшнем видео мы поговорим о моем ежедневнике. Я вам покажу предыдущие разворотики в нем. И также расскажу, как можно оформлять ежедневник. И покажу, как я оформила разворот на февраль. Один из которых был, как я оформляю его и именно какими стикерами. Вначале я вам быстро покажу, как он выглядит. Обложка даже не сказала, что ярко-розовая такая пастельно-розовая. Вот. Веду я его с октября месяца. Вот тут календарик на два года. Потом вот, это как бы важный дат в году нужно отмечать. Я это не делала. Вот, например, месячный, ну, разворотик на месяц, посвященный октябрю. Он весь такой зелененький, потому что цвет месяца зеленый. И вот здесь вот планы видео, которые я хотела снять. И сняла из этого огромного списка только два видео. Но я снимала другие видео, но именно те, которые запланировала, только два. Или я не отмечала. Так. Потом дальше еще не доделанный разворотик на февраль, который я вам буду вместе с вами доделывать сейчас. Буквально вот через несколько минут. И вот, начался октябрь. И это вот самый мой первый разворотик в планере. Он невероятно крутой. Мне он очень нравится, особенно те две наклейки с таттера. Вот, и здесь тоже таттера. Потом дальше это буйство просто. Ну, вот этот... Вот этот разворотик. Мне очень нравится этот момент. Тут ручка. Ты засушу всех обнимашек. Такой нялка. Это письма и дела не для школы. И такой еще ровный от мордонки. Класс. Потом вот такой разворотик. Вот такой. Я его формировала вместе с вами. Как и вот этот разворот. И еще вот этот. Но вот этот я не снимала. Не выключила видео, я его сняла, но потом перейду. Вот так. Он очень красивый. Мне он очень сильно нравится. Он такой серьезно красивый тамглеровский воротик. Не знаю, как точно его описать. Очередной минималистичный разворот. И дальше идет январь. Вот разворот, который я приняла уже вместе с вами. В январе. Первое видео в новом году было. Вот. Он очень-очень красивый разворот получился. Тут отсылка к фандомам Adventure Time, SpongeBob и Rick and Morty. И красивая цветовая гамма. Желто-красная и такая зеленая. Еще гармонируется скотчем. Красиво в целом. Вот. И дальше вот идет февральская уже тема. Тема она многоцветная. Оранжево-бирюзово-белая. В целом, в связи с этим я могу гармонировать много различных цветовых сочетаний. Вот. И поэтому, думаю, разворотчик получится красивым. Вот. И дальше все идет пустым-пустое. И меня еще ждет много-много месяцев заполнение этого блокнота. Теперь перейдем к часто задаваемому вопросу. Самый часто задаваемый вопрос, где я беру распечатки. Вот. У меня вот распечатки. И все они из группы Cutie Prints. Я в каждом видео это говорю, но тем не менее остаются вопросы. И под этим видео будет ссылочка внизу в описании на эту группу ВКонтакте. Все эти распечатки. Там, получается, документы есть такие. Ты скачиваешь этот документ и печатаешь его на своем принтере или относишь в атомастерскую. Вот. Также я оформляю свой блокнотик такими стикерами. На них можно записывать временные дела, на которых еще кто-то и не уверен. Или как элемент декора. Смотрите, какие они все цветастые. И также вот у меня есть три стикербука для особых случаев. Секреты моды и специальный для девочек. Больше всего у меня пустой вот этот стикербук, поскольку вот этот уже мой второй. А вот этот мой первый. Он полный. У него классно то, что есть такие различные цветовые подборки. Вот, например, школьная тематика. Вот, например. Можно тут от своих вот этих куколок одевать с помощью вот такой одежки. Вот, в виде наклейчик. В целом, эти стикербуки красные. Они продаются в книжных магазинах. Я не понимаю, почему у всех столько трудностей с тем, чтобы их найти. Лично я их вижу на каждом углу. Наверное, потому что у меня их уже нет. Они у меня уже есть. Они мне не нужны. И поэтому на каждом углу встречаются. А кому они нужны, они их не видят. Вот так. Вот, что касается того, чем я оформляю мой ежедневник. Из вещей. Если касается писанины, то я оформляю все вот такими черными фейберкастововскими ручками. И цветные элементы дополняю обычными маркерами, гелевыми ручками и так далее. Вот, что касается оформлений. Поэтому, думаю, у всех больше не возникнет вопросов о оформлении. А, да, еще последний вопрос, ведь не забыла. Мой ежедневник. Вот. Сейчас вам покажу, если вы вдруг его забыли. Вот этот ежедневник. Я его заказывала с интернет-магазина ebay. Думаю, похоже, можно найти на алиэкспрессе. Я лично видела на ютубе очень много видео, где другие моллинг-даэрии. Они такие, думаю, всем известные. Такие бирюзовые или розовые. На обложке такой огромный кролик моллинг. А вот этот ежедневник я ни у кого не видела лично. Поэтому и решила его доказать. Потому что не хочется быть, как все. Индивидуальность мой конек. Вот. Там еще были расцветки зеленый. Сейчас вам покажу, какой именно. Вот такой вот зеленый. Такая обложка. Еще была оранжевая обложка. Я не уверена, если она тут есть как цвет разворота. Нет. В общем, там еще была розовая обложка и такая голубая. Сейчас поищу голубую. Голубая точно должна быть здесь. Еще вот такая. Такая книжечка. Но мне больше всего понравилась именно вот эта книжечка. Она милая, такая девчачья, миленькая. Вот. Поэтому я ее так и убрала. В общем-то, теперь уже давайте переступим к оформлению данного планера. И что ж, пойдем. В общем, я думала то, что я закончила с вами разговаривать. Как вдруг я вспомнила то, что я вам обязана показать мои новых три комикса Би и Паппи Кэт. Для тех, кто не знает Би и Паппи Кэт, это такой мультсериал, который выходит на канале Cartoon for Director вроде бы. И там получается приключение вот такой милейшей девочки Би и ее питомца Паппи Кэт. В общем, я долго искала комиксы. И я как-то, когда уже долго-долго их искала, я уже подзабыла об этом фандоме. И вдруг, случайно, совершенно мы с подружками пошли в KFC. И когда мы шли из KFC в сторону метро, то там был комиксный магазин. И там где-то штук, сейчас посчитаю, где-то 30 штук комиксов Би и Паппи Кэт. Я взяла только первые три. Ну, это так, размина. Для тех, кто думает, что это просто обычные комиксы, то вы посмотрите на эти иллюстрации. Меня, честно говоря, ну, сюжет, он обычный сюжет. Нету какого-то типа особенного. Но именно мне очень нравится рисовка. То, что как бы есть такой сейчас стиль, то, что рисовать таких худых девочек. А тут именно то, что она такая пухленькая, но одновременно супер милая. В общем, суть комикса в том, что она работает в службе работ, где она вставляет свою анкету и ее вызывает отличная работа. Вот, например, ее вызывает на работу, и она в пижамке вышла на работу. Вот еще есть, например, в соединении комиксов такая вырезка, где можно одеть Би. Вы думали, что это верх милашества? Таких комиксов у меня в коллекции еще два. Особенно мне нравится третий номер, потому что тут есть несколько художников рисуют. Вот первый стиль, вот, как вы видите. Вот первый стиль. Вот это один художник рисует. Потом вот второй художник рисует. Это как будто бы по Пикетт рисует комикс про Би и себя. И вот третий художник. Мне безумно нравится, как он рисует. Вот вы посмотрите. Мне так нравится вот этот нарядик в виде клубнички. Такие шортики зеленые, кофточка, такие семечки. И ворота клубнички. И также тут есть такой элемент. Знаете, есть такая еда, американская поп-тарт. Она представляет из себя такие печенюшки. Сверху с глазурью. А тут лама тарт. Это как родина поп-тарт. Очень мило. И поэтому, если вы хотите вдохновения для своих иллюстраций, то рекомендую вам комиксы Би и Папи Кэт. Если вы у нас их нету в городе, то можете просто погуглить такой мультик или комикс. Вот. И это просто безумное оно за вдохновение. Меня очень вдохновили иллюстрации. Слишком много слов вдохновения не несут. Суть в том, что эти комиксы, они волшебные. Они сразу вас наполняют магической силой вдохновения от Би. Итак, давай сейчас приступим к оформлению самого ежедневника. Сейчас я вам быстро покажу предыдущие странички. Вот у меня есть зеленая, розовая, желтая тема. И вот сейчас февральская. Я ее решила выполнить в таких желто-оранжево-зеленых розовых тонах. И в месячный разворотик, который я оформила у нас на месяц, я решила оформить в таких оранжевых тонах с оранжевыми стикерами, где я пишу свои главные дела на этот месяц. И также по традиции стикер с видео, которое я хочу снять. Также переходим уже к самому недельному развороту. Здесь у нас я решила написать сверху надпись February. Это уже традиция сверху писать название месяца. И проставляю даты. Также мы сейчас посмотрим тематику, цветовую гамму данного месяца. И это у нас зелено-оранжево-розовое. И поэтому я выделяю вот таким цветом надпись февраль. И таким образом она как бы выделяется и смотрится красиво. Особенно, когда мы ее сверху потом введем черной ручкой. И также я разделяю страничку на две части. Левая большая у нас будет для планов. И правая у нас будет для целей. Она поменьше. И я решила выполнить в такой, как бы, цветы. Как будто бы уже весна, хотя еще только наступил третий месяц зимы. Но в целом уже скоро весна будет, поэтому, думаю, уже можно начинать готовиться. Я нарисовала такие росточки, которые как бы цветут. Ну, в общем, весенняя тематика. Поэтому, думаю, можете взять себе на вооружение такой прием и оформить так весной. Но у меня такой разворотик зимний. Я просто всей душой жду поскорее лета, весны, чтобы уже можно было не заворачиваться во все эти куртки, а просто ходить в легкой красивой одежде. И далее я обвожу вот эти, можно так сказать, ростки бамбука черной ручкой с некоторых сторон. Но чтобы, тем не менее, оставались пустые места, где я еще не обвела. И далее, по такому же принципу, как я писала название месяца, я пишу дела и цели. Слева дела, это будет большая часть, и это будут обязательные дела, которые я должна сделать. А справа цели, это то, к чему я должна стремиться, но не обязана делать в этот день. А теперь, для кого-то самое скучное, а для меня самое интересное, это прописывание дел на всю неделю. По стандарту, в будни у меня будут идти два дела основных, это уроки и школа, и также два дополнительных. Дел у меня на день будет четыре, от целей до трех. Но в один день у меня будет одна цель, но она гигантская. Вот, мне нужно сделать уроки, школу, потом прибраться у себя в комнате, в случае, если она будет запущена. И потом дальше, во вторник, уроки, школа, и я хочу сделать сыр своими руками, вернее, я уже начала его делать. И уже ко вторнику нужно будет проварить его с маргарином, и тогда он будет готов. Обведем даты. Итак, теперь будем записывать дела на среду. Итак, у нас в среду труды, поэтому нужно к ним подготовиться. Потом репетиция, уроки и школа. В четверг я очень хочу спросить насчет теории струн в Google. Ну, узнать, что такое теория струн. Просто из сериала «Теория большого взрыва» очень любопытно узнать, в чем заключается эта теория. Эта теория, вот. И поэтому это большая цель справа. Потом план «Не профукать выходные». Он у меня начинается в пятницу и заканчивается в воскресенье, и так уже в течение двух месяцев. И, честно говоря, с таким планом я уже более или менее не профукиваю выходные. В следующую субботу я бы хотела сделать одну треть уроков, не оставляя все на воскресенье, и подучить аккорды для укулере. В цели я пишу стихи, посмотреть сериал и прибраться в комнате. В воскресенье я хочу посмотреть кенгуренок для собак, потому что Лула очень любит со мной проводить время, а таскать ее все время на руках весьма проблематично, поскольку она так немало весит 2 килограмма. Ну, я уже знаю то, что есть кенгурята для собак, нужно будет их просто найти. И далее, чтобы наш разворотик не был такой пресный, добавлю-ка я две распечаточки. Одна у нас будет с коктейлем-смузи, а вторая с содовым напитком. Также я вырезала такую распечатку с ананасиками, но она никуда не подошла, поскольку слишком большая, и был у меня весь разворот забит до отказа. Я еле-еле впихнула, нашла место для этих двух крохотных распечаточек. В целом, вот такой вот у нас весенний разворот для зимы получился. Я вообще его решила украсить такими маленькими наклеечками 100% стикеров, так как они добавляют шарма. Ну что ж, на это видео подходит к концу. Я вас очень люблю, спасибо за просмотр. Пока! Ну что ж, на этом все. Пишите внизу в комментариях, что вы думаете насчет ежедневника. Я вас очень люблю. Оставайтесь с таким уже позитивным для тем, кто так отекло пересмотрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...